Друзья, всем привет! Это видео как раз выйдет в тот момент, когда нашему каналу исполнится 2 годика. И мы решили вспомнить, как это было. Здесь вот будет ссылка на самый наш первый обзор. Мы его снимали в офисе и рассказывали про некоторые сковороды. Посмейтесь вместе с нами, вспомните. И решили все-таки мы через 2 года повторить обзор, касаемо сковородок и кастрюль, которые есть в Икеа. И показать вам уже непосредственно из магазина, что есть, что изменилось, какие цены, что стоит покупать, что не стоит. Где завышенный, где адекватный ценник. Пойдемте разбирать. Давайте начнем с бюджетного сегмента. Это сковородки стека и хавера. Самый бюджетный сковородок в Икеа. Блинная сковородка 150, обычная сковородка 140 рублей. Обе сковородки алюминиевые, никакого тефлона нет, просто антипригарные покрытия. Легкие, легко прогреваются, ну и, соответственно, очень быстро выходят из строя. Ну, год-полтора, покрытие обдирается. Ну, они стоят этих денег. То есть, это, наверное, самые продаваемые сковородки в Икеа. И, как Икеа заявляет, это самые низкие цены в городе. На самом деле, так и есть. По крайней мере, они не деформируются в процессе эксплуатации. То есть, кто с ними не знает, наверное, для все-таки это больше для дистанционных покупателей, да? Может, их держали в руках, по-моему, все. То есть, согнуть, сломать эту сковородку практически нереально. Ну, было бы желание, конечно, можно сделать все. Это блинчики, оладушки, иногда сырники на нее и готовы. Кстати, можно, в принципе, и пару стейков по-быстрому сделать. Она очень быстро нагревается. Сковородка стейка 23 см, поэтому крышка диаметром 24 см будет велика, и 19 см проваливаться. То есть, всегда вы сюда покупаете крышку меньшего размера. Либо вы берете силиконовую киевскую, которая будет служить еще вашим внукам. Хватит для ваших внуков. Если берете стекло, то это ашан, либо лента, там более-менее адекватный ценник. Но, опять же, крышка стоит в два раза дороже, чем сковорода. Два раза уронили, крышки нет. Этот момент тоже учитывайте. То есть, самая обычная, примитивная сковородка. От сильного пламени нагревается ручка. То есть, крепежный элемент металлический тоже нагревается. Эти моменты тоже учитывайте при эксплуатации. Но, опять повторюсь, ребята, за такие деньги это адекватный, нормальный сковородок. Мы пользуемся, дома такие и есть. И еще такой момент для бюджетной сковородки. Они подходят только для газовых, либо для электрических обычных плит. То есть, ничего общего с индукцией и так далее у этих сковород просто быть не может. Это уже совершенно другой ценник. Следующий сковород – это линейка Кавалькат. С чем они уже отличаются? Здесь покрытие Teflon Classic. Тефлон у Икеи. Сейчас, кстати, даже покажу брошюрку. Настоящее покрытие Dupont Teflon. Упускается только под зарегистрированной торговой маркой. Это виды тефлонового покрытия. Икея их все использует. И на каждой сковородке, то есть, это можно прочитать. Вот сейчас мы будем разбирать Кавалькат. Здесь просто базовое покрытие обеспечивает удобство при готовке и мытье. Больше никаких усилений по поводу царапин, удобства дополнительного мытье, чтобы все прям отпрыгивало. Нет, такого, ребята, не будет. Но здесь и ценник тоже, опять же, адекватный. Ну, такой, низкий даже. Сковородка 24 см – 329 рублей. Слой тефлонового покрытия и алюминиевая сковорода. Отличается уже, соответственно, от бюджетных. Здесь другой бортик, форма выпуклости другая. И сковородка Кавалькат у нас представлена в трех размерах. Это вот 24 см. Потом есть вот такой набор за 599 рублей. Здесь 26, если я не ошибаюсь. 26 и 20. Ну, вот под эту крышечку сложновато найти. У Икеи, опять же, есть 19 см. Ее сюда не хватит, она будет проваливаться. И стандартный 26 см. Такой набор всего 600 рублей. Кстати, часто на него бывают акции, и в районе 450 рублей можно поймать. И большая сковорода Кавалькат 450 рублей, уже 28 см. Для тех, кому нужно побольше. Сковородами Кавалькат мы пользовались. Я лучше, например, предпочту сейчас либо самую бюджетную стеку, либо лучше линейку Шенка следующую. Потому что Кавалькат все-таки покрытие нежное, быстро выходит из строя. Ценник, соответственно, подороже. И получается, как бы, ну, не совсем такая равномерная эксплуатация. Кстати, все покрытие тефлоновое, которое Икея использует, ну, соответственно, это база, да. Повторю, это только деревянные, либо силиконовые лопаточки. Кстати, силиконовые лопаточки у Икеи снова появились, которые по 69 рублей скрепки. Ими очень удобно готовить. Следующая серия – это Шенка. Вот смотри, мы рассказали про раз, два, три вида сковородок. Когда мы снимали первый раз, у нас на это ушло часа два. Про то, чтобы про три сковородки вообще рассказать. Значит, отвлеклась. Следующая линейка – это Шенка. Какие нюансы у Шенки и Плюшки? Во-первых, это покрытие уже Тифлон Селект. Берем нашу шпаргалку. Селект – одно из самых распространенных покрытий. Долговечно, устойчиво к механическим воздействиям. Обладает отличным антипригарным свойством. Вот такая вот малышка является фишкой сковороды Кшенка. Два яйца, одно яйцо, одна котлетка. Ну, у меня это самая распространенная сковородка дома, когда я себе готовлю завтрак. Так, пойдем, найдем распакованную сковородку любую, и я покажу крепление. У меня самый старый сковород Кшенка года 4. Я всегда думала, что очень быстро разойдется крепление, но нет. Вполне адекватно себя ведет. Ручка, кстати, не нагревается в процессе готовки, остается комфортно, прихваткой пользоваться не нужно. Это я держу блинную сковороду. Стоит она 500 рублей. Уже подходит для индукции, нет, для газовых, стеклокерамических и чугунных варочных панелей. В принципе, даже и на сайте это заявлено. Значит, блинная сковорода у нас 25 см. Потом у Шенки идет сковорода 24 см. Почему-то 24 см упакованы, не упакованы, как стека. Остальные все в пленку запечатаны. Давайте сравним. Это Китай. А эти, друзья, тоже в Китае. Ну, какой-то, в общем, разный Китай. Так, 24 см, это я вам уже сказала. И 28 см, то есть вот она уже более глубокая сковорода. Отличается только, ребят, диаметром. Все, больше ничем. Высота у них практически одинаковая, но здесь повыше за счет диаметра. А так, в принципе, для дома вполне две ходовые сковородки, да, Дим? Дима обещал быть говорящей головой, не хочет. У меня нет микрофона еще. Да, у Дима едет. Его теперь микрофон личный. Так, с Шенкой есть еще сотейник. Давай метнемся, покажем. Вот это, кстати, мой любимый предмет для приготовления пищи икеевской. Нашему сотейнику, если не ошибаюсь, два года. Крышку, кстати, за это время сколько роняли, до сих пор не бухнули. 26 см. Сюда спокойно умещается 4 стейка, либо среднего размера рыба на стейке порезанная, где-то на килограмм, да, вот такого рыбного мяса. То есть сырники, котлеты, вообще все я готовлю на ней, причем готовлю я без масла. Нет, это моя любимая сковородка. О, оказывается, это Дима сковородка. Это наша, короче, общая семейная сковородка, поэтому кто готовит, всегда тапает ее. Поэтому вот эту сковороду искренне рекомендую. На ней очень удобно подкидывать еду, как профессиональный повара делает, только воздух подкидывает. Дима вспоминает миларное прошлое, да, ему нравится вот... Не могу я ложкой мешать. Не умею. Не умею. Так, слушай, они как-то странно сейчас, хаотично. Ну что, пойдем тогда как есть, да, чтобы не бегать. Потому что следующее под камень с Максета, хотя она должна быть гораздо позже. Здесь уже Тефлон Инфинити. Так, внешний вид покрытия подчеркивает индивидуальность посуды, отличное антипригарное свойство, удобство мытья, прекрасный выбор для тех, кто любит готовить покрытие, усиленно защитить от царапин. Короче, перевожу на русский. Тефлон Инфинити дает возможность сделать сковороду уже в другом цвете, не только в черном. То есть это эстетика и защищена дополнительно от царапин. Давайте смотреть, что просят за это дело. 24 сантиметра стоит полторы тысячи. Периодически заказывают, ну, таких вау-отзывов я о них не услышала. Соответственно, здесь уже индукция добавляется, помимо газа, электрической и стеклокерамической. И мыть ее только вручную. То есть никаких посудомоек. По весу, если вот их сравнить, хотя вес, в принципе, на сайте заявлен, вот эта сковорода с Максета весит, меньшего диаметра весит больше, чем Шенка. То есть мне вот, например, уже неудобно, если вот легким подкидыванием работать. Уже тяжеловато. Друзья, у кого такие сковороды, напишите ваше мнение. Стоит, не стоит тратить на них деньги, но без учета, конечно, единственное, если вот только индукции, больше ничего не подобрали. Большего диаметра данная сковорода стоит уже 1728 сантиметра. Такой вот синенький камушек. Так, на все эти сковороды, которые мы с вами дайте смотрели, гарантия была 2 года. Идем дальше. Тровердик. Здесь уже у нас идет тефлон-профессионал. Берем нашу шпаргалку. Тефлон-профессионал. Это антибригарное покрытие. Было разработано специально для Икеи. Непредизойденная целостность поверхности создает наилучшие условия для готовки. Посуда с таким покрытием предназначена специально для самок-требовательных кулинар. Именно поэтому я использую профессиональный шеф-повар. Пойдем смотреть. На нее, кстати, гарантия 5 лет. Тровердик. Значит, уже смотрим плюсы. Мы можем ее поставить спокойно в духовку. Бесплатно 5 лет гарантии. Можно использовать в духовке. Можно использовать на всех типах варочных панелей. Очень толстое дно и стенки равномерно распределяют тепло. Сковорода из прочного алюминия. Ну, удобненько. Хотя вот мне по душе больше вот такие вот более округлые ручки. А ты лучше сравниваешь с нашими бельями. С шарикой? Не, ну какой диаметр? Я разбираю побольше. Взяла, да? Сравнивать пошла. Еще не забываем такой момент. И киевские сковороды все без крыши. Это тяжелее. Но это с крышкой. Надо все-таки без крышки сравнивать. Ну. Это в два раза тяжелее. Шинка. Ну, по весу шинка. Еще у тебя на сковороде еда. Ее уже подкидывали. Это если с точки зрения подкидывания. А у этой есть фишки. Во-первых, на нее большой крок гарантии. Тут надо тоже смотреть, что как располагается. И еще такой момент, что ее можно ставить в духовой шкаф. Хотя, следующая линейка сенсуэл, на нее гарантия вообще 25 лет. Хорошо. Ты чего от нее вообще пищат? Вот это сковорода. Смотрите, давайте смотреть. Во-первых. В каком месте писка начинается? Здесь уже намертво все приклепано. Она сама доготавливает еду. Сама ее ест? Нет, она сама не ест. Она сама доготавливает еду. Так, идем читать, что за нее про нее заявили. Можно использовать на всех типах варочных панелей нержавеющая сталь, духовой шкаф. Покрытие из нержавеющей стали делает сковороду очень прочной, пригодной для мытья посудомойки. Благодаря толстому дну пищи не пригорает и не прилипает. Трехслойная конструкция. Слой алюминия между двумя слоями нержавейки обеспечивает быстрое и равномерное нагревание тепла. Сковороду удобно держать, так как ручка повторяет контур вашей руки. Про ручку согласно на все 100%. Тонквердин врезается в руку. И это прямо вот обтекаемое. Здесь, знаешь, все-таки это сковорода для ценителя. Просто у нас есть клиенты, кто однажды взял либо сковороду небольшую, либо ковшик, и уже дальше собирает эту посуду. Говорят, что другой готовить не хотят. Ребят, хочу вашу комментарию услышать. По поводу Тровердик. Тровердик. Заказывают редко, комментариев особо от клиентов не услышишь. Все хорошо. Как вам? Как эксплуатируется? Как готовится? Ваше мнение по Сенсуэлу. Потому что, ну, что показать? Да, приличная сковородка. Из куска металла. Если мужа бить, будет больно и сильно. Зато хватит. Все типы поверхностей. Мыть в посудомойке. Можно ли на ней, кстати, готовить без масла? Например, мне вот актуально. Я не готовлю с маслом. Поэтому вот жду от вас комментов, потому что вы все-таки пользователи. Так оно и что. Так, идем дальше. Кстати, смотри, Сенсуэл. Ее даже подарить не стыдно. Она прямо в мешочке продается. Ну, за 3000. Можно и на мешочке разориться. Так, чугунная сковородка Синьор. Дай-ка покажем. Вот люблю я вот эти икеевские силиконовые крышки. С ними мало того, что можно ставить в холодильник, вообще не напрягаясь. Но это опять же, да, кто не любит перекладывать пищу. С ними можно ставить в духовой шкаф. То есть очень замечательно запекать. Не надо бегать с фольгой. И просто готовое блюдо удобно накрыть. То есть не только сковорода, но и в миску. Так, моем только вручную. Использовать на газовый, индукционный, варочный, электрический. Короче, все виды. Ой! Весов не хватает. 28 сантиметров. Чугун, эмаль, массив бука. Массив бука, морилка, сталь. Так, это просто снимается колопачок. Так, значит, по Синьору берут казаны. Казанами клиенты довольны. Периодически, по крайней мере, которых, ну, к слову, приходится. Ну, тяжелая зараза. Прям вот, не знаю. Не мой, наверное, мультик, не мой вариант. Хотя интересно было бы потестить, именно вот попробовать. Жаль, нет возможности, например, закупить или бы дали бы все сковороды. Мы бы их сравнили, как они в готовке. Да, где прилипает, где не прилипает. Я могу только рассказать вот про Шенку, Кавалькат, Стеку, Хаверу. То, чем мы пользуемся вот. А, и Умберлик еще. Так, эти упомянули. Значит, с Маристу мы посмотрели. Давай, чтобы не бегать, сразу посмотрим соседники. Их у Икеи несколько. Мы рассказали уже про любимую Шенку. Вот такой Умберлик. Это единственное, что из Умберлика нам осталось в России. Привет, Стамбула. Нержавейка. Если не ошибаюсь, 26 см диаметра. 24 см. Высота 7 см. Алюминий. Нержавеющая сталь, брючка. Это алюминий. Можно ставить в духовой шкаф. Таким сотейником пользуются родители. Им очень нравится толстое дно. Но они готовят с маслом. Без масла на этой сковороде приготовить не получится. Так, допустим, что-то тушить. Те же какие-то голубцы, ежики. Удобно. Какое-то время я ей тоже пользовалась. В принципе, было неплохо. Но вот Шенка меня больше по характеристикам устраивает. В том плане, когда ты не хочешь тону сковородок дома держать. А одна ходовая и парочку мелких. Но у нас сейчас в ходу получается дома маленькая Шенка на одно яичко. Это стека. И вот Шенка большая. Все, три сковороды. Я для блинов тебе брючу. А, да. Дим теперь блины на хавэре печет. Я блины не ем, поэтому я на этом не заморачиваюсь. Есть ли у нас сковородка для блинов? Хорошо. Ток-ролик. Здесь у нас уже тефлон Platinum Plus. Соответственно, 28 сантиметров. Крышки под нее нет. Пробуем сейчас большую крышку 31 сантиметр. Все замечательно встает. Крышку можно купить отдельно. Она стоит 350 рублей. А выгоднее вообще купить набором. Набор стоит, если не ошибаюсь, 649 рублей. И периодически на него бывают акции. Так, пойдем расскажем, что это за тефлон. Где моя шпаргалка? А это, кстати, последний вид тефлона. Техлон Platinum Plus отличается от других видов покрытия, кроме тефлона профессионала, тем, что здесь усиленная степень защиты от истираний и царапаний. Можно использовать для индукции. В принципе, такой адекватный ценник. Полторы тысячи за большой диаметр. И сковорода по высоте борта может заменить сотейник. Так, так ролик есть еще маленького диаметра. 24 сантиметра. Все то же самое. 1200. Есть у Икеи еще бюджетный сотейник. Хабскар. Сейчас найду, какое здесь тефло. Кстати, как ни странно, можно использовать для индукции. Здесь просто антипригарное покрытие. Магнитика жалко нет, да? Но, кстати, говорят, что магнитик тоже не всегда помогает. Друзья, как у вас, как вы выбираете сковороды, если у вас индукционная плита? Многие говорят, что нужно магнитик приделать. Если магнитик, значит, будет. Вот это, кстати, вот эту именно сковороду саранские наши клиенты часто заказывают. Так, у Шелки есть еще вот такая воксковорода с крышкой. Тоже бывают акции иногда на нее, но в последнее время не балуют. Отличие от сотейника глубина. Крышка такая же, взаимозаменяемая. И дополнительная ручка. Дим, зачем вот эта ручка? Вешать? Дима сказал, не знаю. Ребят, для чего нужна ручка у этой сковороды? Так, плавно перемещаемся дальше. Здесь у нас уже сковороды-гриль. Сковородка-грила 100 лет продается в Икеи. Вот сколько мы работаем с Икеи, столько она и продается. По крайней мере, столько она на глазах. Значит, стеклокерамическая варочная панель. Так, я, по-моему, про сотейник за 500 рублей обманула. Он не для индукции, он для стеклокерамики подходит. Для индукции он не подходит. Но не может просто сковорода за 500 рублей такого размера для индукции подходить. Здесь у нас газ, электрическая и стеклокерамическая варочная панель. Тефлон классик. Неплохая сковорода, хорошо служит. Очень у нас ее фотографы любят, кто снимает предметную съемку. Разложить все это дело красиво и фотографии именно продуктов. Ручка загибается. Тоже удобно, чтобы ее сложить на хранение. Но как-то она так странно разгибается. Люденькая сковородка. Но почему-то в последнее время ее стали мало заказывать. Только когда она и не хакцает. Грилль-сковорода есть у Шенки. Стоит 1300. Уже, соответственно, покомфортнее в руке за счет ручки. Поверхность, площадь примерно одинаковая. Подкидывается здесь не будешь. Но здесь нет риска, что у тебя выльется вот эта ручка. Потому что как-то она вот... Хотя в нашей практике не было ни разу вылетания. Друзья, как у вас эксплуатируется? Надолго ли хватает с учетом сгибания постоянных? Так. С Максета тоже есть в виде гриля. В руках держу не первый раз, но отзывов у меня по ней нет. Сделана она в Италии. Ну, вот здесь уже получше идет. Да, вот с Максета уже итальянская сковорода. Ну, конечно, эстетику никто не отменял. Совершенно по-другому смотрится. Более так. Разница. В тысячу. Здесь объем больше. Не скрипит ручка. Эти моменты тоже надо учитывать. Это что? Это просто сняли или это разбомбили? Нет, это разбомбили. Печаль. Если кто давно пользуется товарами Икеи, помнит, что раньше была линейка сковород Икея 365+. Осталось только гриль сковорода, круглая, классическая форма, стоит аж 2 300, гарантия на нее, ребят, 5 лет. Мыть только вручную, мыть только вручную, духовка, чугун, варочная панель, стеклокерамика, индукция, газ. Соответственно, отсюда и ценник. Сковорода нагревается равномерно. Дно стенки сделано из одинакового по толщине трехслойного материала. Мне кажется, вообще практически ее не заказывают, да? Уже вот так вот на память ее в заказах давно не помню. Так, а это что-то новенькое. Нет, фондю. А, это что? То есть, я говорю, новенькое. Это фондю. Про фондю расскажем? Ну, заодно. Сеньор идет дальше, если его разбирать. Это фондюшница и два казанчика в виде учатницы, более классической формы, привычной для России, и кругленький. Казанчики хвалят. Берут обычно их перед Новым годом на подарки, мамам на подарки, кто привык к такой классической посуде. Давайте сейчас фондюрим, берем. Гарантия, как и на весь сеньор, 25 лет. Чугун. В наборе, значит, у нас 4 шпажки. Съемная крышка. Сам металлический кузовок. Три ложечки. И непосредственно сам агрегат. Куда кладется горючий элемент. Нагревается. И используйте. Ребята, у кого есть фондюшница, расскажите. Я давно на нее смотрю. И хочется, и не знаю, надо ли. Поэтому очень хотелось бы ваше мнение услышать. Кстати, упаковано все прилично. Вполне можно сразу взять. Даже не запакованную в какую-то дополнительную подарочную бумагу, подарить. Сеньор. Два казана. А, нет, в открытом доступе оба. Тяжелые. Хороший, добротный казан. Нет, единственное, выпуска пара, наверное, для казана это и не надо. Здесь очень плотная крышка. И если ее чуть перемещать, выход пара будет. Маленький казанчик на 3 литра, большой казан на 5 литров. Сюда почти цельного гуся можно. Нет, полгуся. Вот такой казанчик. Но если на ногу в ночи дрепнется, от криков не удержишься. Так, еще давайте по остатке воксковород покажу. У Мберлига снова приехала воксковорода. Давно ее не было. Две тысячи она стоит. Огромного объема, 32 сантиметра. Ну, для дома... Можно посмотреться в нее как зеркало, пока она чистенькая домика. Потому что потом это все покрывается такими разводами, как покрывались кастрюльки Умберлига, и они не уходят. По крайней мере, вот клиенты, кто жаловались по этому поводу, не смогли убрать. Толерант. Самая бюджетная воксковорода. Здесь не ржавейка. Помогу ошибаться. Сейчас мы меня проверим. Нет, здесь алюминий, антипригарное покрытие. Вот что я имела в виду. Кстати, есть хорошая штучка у Икеи. Разбрызгиватель, защита от разбрызгивания. Такая вот сеточка. Когда что-то жарите и летит масло, я думаю... Я понимаю, что вы практически все про все это знаете. Ну, вот возникла у нас идея рассказать вам про сковороды. Ну, а что мы стали рассказывать про сковороды, значит, мы покажем всем. Лопатка есть отдельно для вок. Больше ее никуда использовать не будешь, потому что именно вот большой объем, чтобы можно было переворачивать. Лопатка 229 рублей. Вообще, серия Икея 365 Етли. Обращайте на нее внимание. Когда она по скидкам, очень хорошо эксплуатируется лопатки, молотоком, кто он, штопор. Лопаток несколько видов. Мне очень нравится просто классическая форма лопатка. Если сейчас на глаза попадется, я вам ее покажу. Ей удобно переворачивать. У нее вот такой тоненький... Дим, давай как-то поближе. У нее тоненький край, и он немножко острый. То есть подсыпать ту же котлетку, рыбу, вы подсыпаете целиком и не повреждаете нижний слой еды. Лемпик, нержавеющая сталь, два вида подставок под горячее. Какие у них плюсы? Специальные тормозки. Они съемные, кстати, не потеряйте. Потому что без них она стоит просто на всей поверхности. Соответственно, она нагревается, нагревается. Поверхность там стола, столешница. Есть еще большущая. Большая сейчас стоит 300, маленькая 170. Большая, очень классная. На нее умещается две кастрюли, две сковороды. Но места занимает гораздо больше, поэтому по месту. Подставки под горячее хит. Это вообще уже, можно сказать, хит и кей. Это пробка. Используют ее в основном не для подставок. Под горячее, потому что она пачкается, затемняется. За ней, ну, в общем, практически, я считаю, что невозможно ухаживать. Здесь вот ее нет, случайно на стене? Нету. То есть их часто крепят просто к стене, а используют их как пробковый стенд. Там какие-то фотографии, заметки, записки приделывают на иголочке. То есть вот такая вот штучка. Любят очень дизайнеры. Потому что у нас есть несколько, с которыми мы сотрудничаем в городе, и показывают их постоянно для обустройства. Дальше поставка под горячее нордбей, акации, классическая. Вообще тут ничего в ней нету. 130 рублей, просто такая вот решеточка. Она вставлена и склеена. То есть со временем бывает, что вот эти вещи все от воды, от влаги, от перепада температур разваливаются. И есть еще силиконовый каучук. Есть силиконовый каучук с неодимым магнитом. Стоит 399 рублей. И есть просто силиконовый каучук, обычный. Сейчас покажу с магнитом. Вот видите, Шенка не хочет к ней крепиться. Значит, идем искать какую-нибудь каучу для индукции. И заодно проверить можно. Ну, что можно вообще не проверить? О, точно. Вот тебе и проверка индукции магнитом. Главное не забыть поставить, снять ее. Ну, и часто их очень любят клиенты хранить на холодильнике, на стенке, либо на микроволновке. Так, ну что. Вот такой вот небольшой обзор по сковородам. Не забудьте зайти в старый. Поржать вместе с нами, какие мы были смешные и чудные. Как это все у нас долго, мутно, много занимало времени. И как это выглядит сейчас. Наш канал еще раз. Нашим маленьким двухлетием. С днем рождения. Очень хочу, чтобы мы увеличивались. Нас стало больше. Вас приходит много, приходят разные. Поэтому давайте дружить. Не будем друг друга обижать. Быть на позитиве. Потому что мы получаем то, что мы транслируем. То есть мы транслируем негатив, мы его получаем обратно. Мы транслируем позитив, мы обратно в жизнь позитив получаем. У меня все. До новых встреч. Пока.